Такой вот вольерчик уже мы построили, багирки. Еще я его не до конца покрасила. Сейчас весна, высадка, рассады активные. Все, никак времени не хватает. Но ничего, со временем мы его закончим. Будет у нее даже крыша здесь полностью. И вот она у нас сейчас сидит в вольере. Приходится ее периодически закрывать, потому что ей на данный момент 5 месяцев. Она очень активно все грызет, кушает. Я имею в виду, грызет не вещи наши какие-то нужные во дворе. Или там кустарни, пустые цветы портить. Нет, она у нас культурная, ходит по дорожкам, в клумбы не лезет. Но она у нас после того, как установили вольер, умудрилась накушаться окалин со сварки. Можете себе представить, мне в голову бы не пришло, что щенок может это съесть вообще. И вот этой ржавчины трухи из труб, внутри, которая бывает в трубах полежавших старых, вот там бывает такая труха ржавчина, колючая такая, металла куски. И она это всего наелась. Причем наелась не чуть-чуть, а наелась очень много. Она просто рвала этим всем. И, честно говоря, она ведь ренера сказала, что нам очень повезло. Мы не уследили. Были вроде бы тут рядом во дворе, но вот она, видимо, ходила бы это все, подлыскивала, пока это все убралось здесь, в районе вольера. И умудрилась это скушать. И нам очень повезло, что все-таки ничего страшного не случилось. Она очистилась, и, слава богу, все в порядке. Так что будьте внимательны со щенками. Если честно, у нас еще щенков не было таких, которые могли бы это съесть. Я думала, ну ладно, щенок, он может, конечно, там лизнуть раз-два попробовать. Чтобы прям с жменьями это все накушаться. И как у нее там не порезался пищеварительный тракт, этих всех железных металлических острых кусков. Я просто, я не знаю, какая-то загадка. И слава богу, что все так обошлось. Теперь мы более бдительны. И на тот период, когда нет возможности пристально за ней следить, я ее закрываю в вольер буквально на 20-30-40 минут максимум. Сама делаю свои дела, потом выпускаю. И вот таким образом мы, благо всегда есть кто-то дома, и таким образом мы вот ее содержим, пока не пройдет вот эта вот ее щенячья такая грызливость, так сказать. Ну, это, в общем, долгая предыстория. Я хочу показать, как у меня багирка выходит из вольера. То есть правила двери мы соблюдаем всегда и везде, которые я уже показывала. Когда открывается дверь, никаких прыжков на дверь, никакой лишней возбудимости. Ничего быть не должно. Собака должна спокойно ждать, пока вы пригласите ее в дверной проем. Это обеспечит не только просто удобность вам в содержании вашего питомца. Но это еще ее обезопасит. Потому что, например, в частном дворе при открытии калитки собака может выбежать на дорогу и просто попасть под машину. Поэтому правило двери, оно железное. Только хозяин может пригласить зайти или выйти в любую дверь. Будь то вход в дом, вход, там, ну, может, межкомнатное пространство, там, где у вас открытые двери, они могут, ну, свободно проходить. Но закрытая дверь, это всегда приглашение. У меня даже из комнаты в комнату, где в комнате там у сына закрывается дверь, она смотрит на меня и ждет, пока я ее приглашу зайти. То есть, если я открываю эту дверь. Калитка, все какие-то, ну, в общем, все-все двери. Это делается четко по правилу двери. То есть, только после приглашения. Собака может войти или выйти. Это очень удобно и безопасно для вас и вашей собаки. Вот смотрите, она сейчас грызет. Естественно, она хочет гулять. Вы думаете, она не хочет гулять? Но она не ломится, не пищит, не лает, не прыгает на вольер. Потому что она уже знает вот эти все правила двери. Никогда не открою я дверь, если она будет себя неподобающим образом вести и будет излишне возбудима. Откроет только тогда, когда она будет спокойна. И она это знает. Мы это закрепляли с первых дней, как она у нас появилась. Смотрите, сейчас мы открываем вольер. Секундочку. Вот. Она лежит. Она никуда не ломится, не мечется. Хотя гулять ей очень хочется. Уж поверьте, это щенок. И побегать. И она понимает, что она сейчас выйдет и будет бегать и беситься. Естественно. Но она лежит спокойно. Теперь я ее могу пригласить первично, чтобы она просто оставила палочку. Багир, брось палочку. Брось. Оставь. Пойдем. Вот смотрите. Это такое первичное приглашение. Что она сейчас будет делать. Я даже ничего не говорю. Вот она перед входом. Что она сделала? Она просто села и будет смотреть на меня, пока я ее не приглашу. Вот смотрите. Сейчас она обнюхает. Вот я просто ничего не буду делать сейчас. Та же вот легла. Может лечь, посмотреть. Выходи. И вот мы уже активизируемся. Вот, пожалуйста. Она прекрасно хотела гулять. Она не была там супер-пупер замученной и уставшей. Это у нас такое правило двери. Заходит Валера, она тоже по приглашению. Как ни странно. Она может зайти свободно, забрать там игрушки. Я ей разрешаю. Она в будке берет там свои игрушки. Но при этом вот так вот мы соблюдаем неукоснительно это правило двери. Ну а сейчас мы можем побегать, пойти побаловаться. Спасибо.